Здравствуйте дорогие друзья и зрители моего канала Жизфермера в Сибири Я рад приветствовать абсолютно каждого на своем канале Дорогие друзья, сегодня мы на поле сахарной свеклы из которой изготавливают сахар который находится у каждого на столе Это первоначальное ее состояние после чего она проходит обработку приготовляется сахар и потом уже идет отходы, отходы производства которые идут на корм скоту Дорогие друзья, как вы уже знаете я в гостях у Марселя Марсель, привет Поздоровайся с телезрителями Марсель, расскажи, как давно выращивают сахарную свеклу Ну у нас выращивают именно у нас в хозяйстве выращивают первый год Раньше выращивали по всей республике В этом году наше хозяйство забрало сахарный завод Башкира Агроинвест и начали выращивать сахарное свекло Кроме сахара свеклы у нас выращиваются зерновые Они хранят в рукавах, как урожай был очень большой в этом году Один рукав помещает 250 дон Рукав длиной 60 метров Так как складывается урожайность у нас была до 130 центнеров с гектара Средний урожай с 85 центнеров с гектара Хороший урожай Да Поэтому зерном мы полностью обеспечены А с какого момента сахарную свеклу начинают переработку пускать? Месяцами Месяцами в конце августа В этом году, где-то в 20-х часах августа начали уборку Вот ее убирают Вот такие фурты Где она хранится до момента воски, так скажем, на завод На заводе ее моют Происходит там обработка паром Вымывание сахара Выпаривание сахара, правильно если И получается два вида продуктов Три вида продуктов, правильно если Миласа Все ее знают, наверное, как патока Жом Это вот, который идет на корм животных И используется как удобрение А сейчас у нас сделали сушильное И его будет использовать еще и как топливо Марсель И сахар Расскажи, пожалуйста Вот название ролика «Бесплатный корм» Почему свекольный жом является бесплатным? Бесплатный он является, потому что у нас сахарного завода Его выдают бесплатно Мы платим, если у нас нет своей техники У кого нет своей техники Только за технику, за доставку Чтобы его привезли А так его можно забрать бесплатно Приезжай, бери сколько хочешь Ну то есть это отходы производства Отходы производства, да Они очень питательные Поэтому нам всем нравится У нас кто содержит животных Нет ни одного двора, кто бы не использовал жом в кормлении Ну это заметно просто В каждом дворе стоит огромная такая-то куча с этим жомом Да До какого момента вы кормите жом? Он же не постоянно у вас работает? До весны мы его кормим, потому что мы делаем запасы его А так сахарный завод до конца января обычно у нас работает То есть можно свежий жом до конца января брать Жом завода вывозит на поля Где его в дальнейшем используют как удобрение И можно, то есть ближе к дому Если не сахарного завода А прямо напрямую с поля можно взять сколько угодно У нас как бы тэпом изобрета нету в данный момент Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дорогие друзья Побывали мы с вами на свекольном поле Сейчас мы приехали домой Дома лежит огромнейшая порция на все хозяйство свекольного жома То есть вот от свеклы прошел процесс переработки И получается вот такие вот отходы от сахарной свеклы Которыми и называется свекольный жом Марсель, вот ты человек, который постоянно кормишь своих животных свекольным жомом Скажи, пожалуйста, какие плюсы свекольного жома? Плюс свекольного жома в том, что по питательности он приравнивается к стеблям кукурузы и ковсу Вот, жома, питательность, так, белок у нас там идет около 9% Много клетчатки в нем содержится В нем кальций много содержится, поэтому его надо кормить с кормами, которые содержат много фосфора А это вот отруби, пшеница Потому что кальций-фосфорный обмен, мы все знаем, нужно соблюдать баланс Он увеличивает надои у коров хорошо Вкус молока увеличивает, улучшает приросты большие от него Он профилактирует ацидоз, это нарушение обмена веществ Идет, нормализует микрофоры кишечника Ну, там, такие, вот такие основные Ну, и основное то, что этот, он бесплатный Это самое главное, наверное, нет, на самом деле, плюсов-то очень-очень много Коровам-то у нас стараются все дать лучше для чего? Чтобы давало больше молока, свекольный жом этому способствует Плюс, чтобы быки над кормом стояли, росли лучше Жом в этом, как бы, тоже А если это еще и бесплатно, то это, ну, дорогого стоит Да, ну, и большая экономия сена Он 50% даже больше может заменить сено Потому что по питательности там есть все необходимое Ну, что в сене есть, так скажем Печатка, белок, жиры Ну, жира в нем нет, конечно же Ну, в любом случае, получается, это сочный корм, а сено, как бы, грубый корма коров Да, 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 мы всю зиму до весны вот кормим им полностью А смотри, свекольным жомом ты кормишь коров, которые в сухостойном периоде запуска? Я кормлю сухостойный, потому что я запускаю с лекарствами Ну, как бы, идет искусственное осеменение Я знаю, когда корова должна телиться За два месяца я просто ввожу лекарства Для консервации в имени И продолжаю так же, ну, чуть-чуть уменьшаю дозу Если я, допустим, два ведра за одну дачу То сухостойный в неделю где-то даю одно ведро Ну, да Его все животные едят, абсолютно Овцы, козы, свиньи, лошади, коровы Даже гуси И гуси, да Потому что все равно в нем остаются кусочки Ну да, кусочки есть Гуси отсюда собрали, да Как бы, не измельченные Они их с удовольствием едят, потому что много сахара в нем Скажи, пожалуйста, насколько тебе вот этой огромной кучи хватает На твое огромнейшее хозяйство Ну, это уже не первая машина Вот первая машина у меня ушла за 9 дней За 9 дней не успела Она испортится чуть-чуть Вот испортилась, там вы видели один прицепик от машины Я это не считаю, то, что большой потери Потому что, ну, потери какие Там не только испортится То, что вот, она уже, как-то, без этого не бывает в деревне И скатина входит, топсайд Как бы, определенного места, раз нету, хранить Благо в данный момент Вот, топсайд, это грязь мы в корове, понятное дело, не дадим Просто выкинем А вот это уже куча у нас Какой? Второй день? Третий день? Ну, вот она Ну да, третий день Абсолютно никто не испортился Марсель, мы все прекрасно знаем, что у любого продукта Как есть плюсы, так есть и минусы Расскажи, пожалуйста, о минусах кормления свекольным женам Минус основной, это то, что он скоропорчистый продукт Если погода идет теплая, то он быстро портится, закисать начинает Это вот основной его минус Хранить Сложность его, то, что когда привозят, его надо утрамбовывать Чтобы не было доступа воздуха, желательно Тогда он хранится намного дольше Еще один такой минус, то, что если его дать больше, нормы А нормы это, вот основная, где 50-60 килограммов на корову Сутки? Да, на откормочной можно до 80 килограммов давать Ну, столько мы не даем Мы вот 50-60 килограммов даем Потому что начинаются поносы Могут начаться у молодняка Ну, кавр сжижается И молоко привкус может появиться Если его дать в норме, то молоко, наоборот, улучшается Он сладкий, как бы становится такой хороший А если дать его излишек, то начинается уже Вред наносить молоко Молоко быстрее начинает киснуть Срок ранения, то есть сокращается Ну, в общем, получается, всему своя норма должна быть Да, да Вот это жиры нельзя перекармливать Халява, значит, все, пичкают, пичкают Ну, правильно, без деток должно быть Конечно, животные любят его Ну что ж, Марсель, огромное тебе спасибо, что поделился такой халявой с нами, так сказать Вот Слушай Ну, она это Вкусная Да Она прям сладкая У нее нет такого привкуса, прям вот, что свекла свеклой, вот как красная Нет, ну это специальный сортаж Есть я ее не буду, конечно, но она сладкая, вообще прикольная Ну, сахар-то вы едите, жизнь вашей делается Ну, у нас сахар Прикольная Не, ну есть я ее не буду На, Барсель, будешь? На Даже коты едят А, Барсель да мои хорошие вкуснятинку ждете да вкуснятинку ждете а чё увидел вкусняшку да вот такая вкусняшка вкуснятина да вкуснятина сена лежит не хотят есть а вот такую вкуснятину лопают вы тоже наверно знаете да что это халява вот даже зимка не стала ждать когда ей принесут свою порцию она к этим товарищам залезла и наяривает зим катя вкусно зимка ну что ж дорогие друзья я надеюсь видео вам очень понравилось вы не забыли поставить лайк подписаться на канал кто еще не подписался поставить колокольчик чтобы не пропустить видео потому что видео много и они очень интересные меня ждут дальше дела и обработка крупнорогатого скота весе осенняя обработка а вам я желаю добра и здоровья всем пока пока